Прости меня, камера. Короче, я стучу сейчас, вы это, кричите. В 2007 году женская сборная Белоруссии по баскетболу добилась невероятного результата. Забоевала бронзу чемпионата Европы. Одна из творцов того успеха, Екатерина Снытина, до сих пор в строю и среди лидеров команды. В преддверии чемпионата Европы 2015 проект Силфи изучил, как проходит День девушки, на которую чаще всего смотрят снизу вверх. Привет всем, меня зовут Катя Снытина. Сегодня мы проведем вместе этот день. Я расскажу, что происходит у меня в жизни, что происходит в жизни в национальной сборной. Сейчас мы направляемся на картинг, будем гонять Таню Лихторовичу. Надеюсь, вам будет интересно. Вообще я супер. Я супер. Я жгу. Погнали. У меня звонок, я должна ответить. Алло. Это жизнь спортсменки. Вот мы уже едем. Я без понятия где. Готова уже к Европе. Уже тренируюсь пить из бутылки. Надо, как говорит Антон Сергеевич, надо прорабатывать все нюансы. Поэтому, да, на питье из бутылки, которых мы будем пить на Европе, я уже тренируюсь. Несколько раз женская сборная останавливалась в паре шагов от видестала, занимая на топ-турнирах 4-5 места. Екатерина считает, что это не самый страшный результат. Самое обидное – не попадание в плей-офф. Ты не выходишь из группы, то есть ты выпадаешь в самом первом раунде. Ты такой лузер, что даже не смог выйти из своей подгруппы. Это уже восьмерка в опасности. Мне кажется, на любом турнире это в любом случае престижно. И именно в восьмерке происходят чудеса, когда середнячки обыгрывают грандов и так далее. Женщина в навигаторе говорит, что я неправильно свернула, она меня начинает раздражать. Она говорит, неправильно выбран маршрут. Вы свернули с маршрута. Но, если честно, то она всегда права. Может, поэтому меня это и раздражает. Самый яркий момент карьеры, несомненно, третье место чемпионата Европы в Италии. Это было 7 лет назад. Это было слишком давно, чтобы как... Ну, нет, мы этим будем гордиться. Это я буду рассказывать своим детям. А, ваша мамка там выиграла медаль. То есть, я-то... Ну, как бы это остается в истории и так далее. Но это было слишком давно, чтобы вспоминать это. И мне легче стремиться к чему-то большему, светлому в будущем, чем вспоминать, что было 7 лет назад. Ну, надеюсь, что я не убьюсь перед Европой. Таня, если заведется и начнет меня обгонять, то все, там уже. Здрасте. Доброе. Сто мной. Ой, чуть не убила. Ну, что думает, один так может? А что делаем-то? Сейчас будем кататься. Сейчас нам все объяснят. Пожалуйста. Что? Татьяна Лехторович. Доброе. Здравствуйте. Ай, ухо. Ай. Ухо. 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 Расскажи о себе. Узрите. Я молодая, незамужняя. Началось. Каждый раз начинается незамужняя. Свободная девушка. А тут красиво, как будто и не около МКД. Это женщина в навигаторе. Давай направо, направо. Все время направо. Ой, я на таком не каталась. Смотрите, давайте сначала наденемся. Надевайтесь. Штанишки надевайте через обувь на себя. Через голову. Что, не подходит тебе под цвет глаз? Это женский коллектив. Это как повезет, если честно. Это как повезет с людьми в команде. Или с каким-то общим настроением. То есть, ну, в принципе, не да, может быть, мне всегда везет. Но или я такой человек, который не буду обращать внимания на всякую ерунду. Но в любой команде я могла все найти компанию. Я всегда могла найти людей, с которыми мне будет весело проводить время до, после или во время тренировки. Поэтому и женский коллектив – это класс, да. Это опять я. Мы в лесу. 12 градусов южной широты, 130 градусов восточной широты. Мы приоделись. Пожалуйста. Ну, и форма женской сборной по баскетболу. Чтобы все боялись, да. Надеюсь, она меня не полнит. Самый главный момент – тормоз. Это задний тормоз. Будете им тормотить. Тросик газа находится здесь. Соответственно, будете нажимать пальцем правой руки дальше. Руль держим исключительно двумя руками. Полная ампитуда выворота колес. Вот она. Обязательно полностью используется. Дорога будет неровная. Будут приколы, горки, всякая ерунда. Поэтому обязательно двумя руками держите. Самое главное – не перебарщивайте со скоростью. Не можете ехать быстро – не ездите. Если можете, соответственно, ездите. Я буду ехать впереди. Что произошло? Иди сюда. Иди сюда. Хочешь, я первая поеду? Я первая поеду. Облажаем нашу природу. Еще бы хрящей не было. Как ветер не злазь. Я такая езжу, думаю, все, 80 километров минимум. Существует 25. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В любом случае, ты ездишь и контролируешь ситуацию, потому что, ну, мне не нужны проблемы сейчас на этапе подготовки, чтобы я приехала с одной ногой на сбор, и меня Боярский убил окончательно. То есть, конечно, ты едешь, ты наслаждаешься, там, песком в лицо, там, мухи в глаза и так далее, там, какой-то, там, ты едешь, там, скорость, там, четыре колеса, там, 37 километров в час и так далее. Но все равно ты контролируешь, чтобы это не переходило какую-то грань. Мы покатались. И сейчас едем в Раубичи. Ну, вообще, пытаемся, конечно, мы из Раубичи при удобном случае уехать, когда выходные и так далее, потому что сидеть в четырех стенах, даже в таких свежих и чистых, как Раубичи и так далее, не очень хочется. Если у тебя есть семья или дела в мире. Мать наша, пару слов. Мать, вторая мать. Отец вот друг с другом разговаривает. Ну, подойди к кому-то. Привет, привет. Привет. Мадам. После обеда Екатерина отправилась на одну из стандартных для спортсменов процедур. Упаковывайте. Однако этот аппарат у многих вызывает удивление. Да, Владимир, вы скажите, что это? Вкратце. Это с места восстановления. Это с места восстановления. Сейчас будем восстановить мои ноги. Да. Сейчас начнет поднимать давление, не знаю, правильно? Нахажешь? Чуть-чуть. Сколько? 80. Ну, так лежишь, играешь в телефон, читаешь что-нибудь и разговариваешь с этой ладираной. Ну, все, так как здесь ладиран, да, я тут, конечно, так уснула сладенько. Так что вот так вот. Вот так. Вот так незаметно пролетело 30 минут. Вот, пожалуйста, наша гостиница, где мы живем. Проблем не знаем. Вот это наш маленький ангар, куда постелили нам паркет. И мы там тренируемся. В принципе, это все, что нам надо в Раубичах. Все, есть небольшой остановительный центр с той стороны. Брио-сауна. В принципе, все. У меня вот сейчас отдых, потому что я прихожу на вторую тренировку, и я спрашиваю себя, а я отсюда уходила? Поэтому я гулять не хожу. Ну, есть молодые, перспективные. Они после ужина идут, гуляют. Не знаю, где как, ну, где-то тут. Ну, наверное, есть что посмотреть или подышать сежим воздухом. Поэтому, ну, я как опытный игрок. У меня есть свои этапы восстановления, поэтому я нахожусь в гостинице практически 24 часа в сутки. Теперь пора на тренировку. Сегодня у сборной занятия в игровом зале. На руках у Екатерины заметные татуировки. Во время броска слова объединяются в выражение «невозможное возможно». Мне просто нравится выражение, которое, наверное, многое объясняет в моей жизни. Ты действительно веришь, что что-то невозможное ты можешь это сделать. Хотя у нас все люди вокруг тебя будут говорить, что это невозможно. То, да, мы не сдаемся. Ой! Еще раз. Типануло! Все, тише. Концентрация на съемочной площадке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Моя пресесть. Живее, 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 под кольцом забивай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты играешь 40 минут, и все решается на последнем 10-15 секундах на какие-то концовки сумасшедшие, которые случаются раз в 5-10 игр. В послужном списке с Нытиной выступления в чемпионатах Белоруссии, России, Польши, Турции и Франции. Становление как-то игрока происходило в каждом клубе по чуть-чуть. У меня не было такого всплеска в один сезон. Я взлетела из ниоткуда до того уровня, где я сейчас, допустим. То, как я играю сейчас, я все вот это вот собирала по крупицам, по частям, в каждом из клубов, где я играла. Поэтому говорить, Оренбург меня вырастил, как игрока или какая-то другая команда, я так не могу. Я просто выросла шаг за шагом. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, как мы прощаемся? Плачем? Мне слезу пустись? Вот так я провожу время в сборной. Так проходит каждое мое лето. Не знаю, с 14 лет. Я надеюсь, вам понравится то, что вы увидите через месяц, когда мы будем на чемпионате Европы. Болейте за нас. Пока. И бросок такой. Опа, опять. Так проходят повседневные будни Екатерины Снытиной. В следующем выпуске проект Селфи поближе познакомит вас с биатлонисткой Дарьей Домрачевой. Для кого-то я открою тайну, что зимний вид спорта, а вся основная работа проделывается именно летом. Если хочешь быстро бегать зимой, всю базу нужно закладывать именно летом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова